Всем тихой ночи! На этот раз чаще всего в комментариях упоминалось смоляное убежище, а это значит, что мы посмотрим на эту часть мира SCP. Вообще хорошо, что история из этого хаба разложена в хронологическом порядке, так что объекты легко выстраивать цельную историю. В первом тексте мы читаем о мире, похожем на старую сказку. Там живут говорящие животные. Мы наблюдаем за диалогом лиса и волка. Все вроде бы беззаботно, но кажется, что с их миром что-то не так. В сказочный мир пробирается тревога. Во втором коротком эпизоде лиса-волк уже человеческий мужчина и женщина. Теперь они же убивают других животных для того, чтобы есть и делать себе одежду. Кажется, они уже не в своем родном мире с разумными животными. Убитые ими звери обычные. В третьем эпизоде мы читаем о мужчине-женщине, работающих в фонде SCP. Для других они новые агенты, но друг друга они по-прежнему называют волк и лис. Также из диалога мы узнаем, что они скучают по тому месту, откуда ушли, и по тому, кто там остался. Но что тут вообще такое происходит? Что за мир с говорящими животными? И как два существа оттуда стали агентами SCP? Будем разбираться. Из другого рассказа мы узнаем, что речь о небольшом мире, в котором есть существо под названием Создатель. Оно создало несколько демиургов, которые в свою очередь ваяют вокруг идеальный мир, прямо как в старинных волшебных сказках. Демиурги проводят свои дни, создавая прекрасные вещи. Устрая праздники и превращаясь в различных фантастических существ и животных. Единственное, что запретил Создатель демиургам, это есть дерево познания. Отсылочка, да. Запрет был, конечно же, нарушен. И виноват в этом демиург, принявший форму змея. И Создатель, конечно же, наказал своих подопечных. И в беззаботном мирке появились такие вещи, как болезни, голод, боль и прочие развлечения. Теперь существа были вынуждены бороться за свою жизнь, с миром вокруг и друг другом. И еще вчера беззаботный мир превратился в кровавую баню. Одно из ключевых событий – это Большая Гражданская Война, случившаяся между сторонниками местного короля, пытавшегося сохранить старый порядок эфуриями, фракции, пожелавшие установить новые порядки, более соответствующие новым условиям, а также уничтожить Создателя, который, по их мнению, несправедливо со всеми обошелся. Однако многие существа этого мира предпочли просто сбежать в другой, в ближайшую к ним реальность, то есть в базовую реальность фонда SCP. Первый попаданец из мира убежища был найден агентами SCP в 1998 году. Тогда был найден небольшой сад, в центре которого находилась фигура женщины, состоящая из плотно сплетенных ветвей этого сада. Фигура стояла на камне, на котором было выбито имя Нао. Изучение фигуры показало, что в ней есть внутренние органы и даже скелет, сделанный также из растений. Сад был обозначен в качестве SCP-2905, когда стало понятно, что розы в нем это вовсе не цветы, а замаскированные под них пауки, которые ухаживают за садом. Через год после обнаружения в саду выросли фигуры павлины и обезьяны, внутри каждой из них была обнаружена по одной книге. Работники SCP извлекли эти книги, оказалось, что в них содержались записи о событиях в том самом мире Смоленово убежища. По большей части это описание того, как это самое Нао, которое теперь куст, училось искусство врачевания у местного лекаря Исаака. Вскоре в саду появится еще одна книга, описывающая события после нарушения жителями мира единственного запрета. Нао впервые за все свое существование испытала голод и страх, однако в итоге не стал есть других, а превратилась в растение, не причиняющее никому вреда, хотя группа пауков, следящих за садом, ведет себя довольно хищно. После изучения этого объектов он взялся за поиск следующего клиента, того самого лекаря Исаака, упомянутого в книге. Он, как оказалось, не ушел далеко и тоже принял растительную форму, но куда более пугающую. Издалека это обычный тополь, просто более темный, чем другие, но если подойти ближе, можно заметить человеческие руки, торчащие местами вместо веток, и какие-то странные фрукты, растущие на обычных ветках. Находка эта называется SCP-2988. Если человек подходит к дереву, руки объекта жестами предлагают съесть фрукт, и если тот отказывается, дерево пытается накормить человека силой, используя те же самые руки. Когда человек накормлен фруктом, он оказывается парализован, и тогда растение вырывает его руки и прикрепляет к себе. Остальное тело перемещается в основании страшного тополя, где корни быстро поглощают оставшуюся плоть. В общем, целитель решил проблему голода особенно творческим образом. Тем временем аналитики SCP указали примерное место, где следует искать источник всей этой аномальной активности, а именно окрестности Лас-Вегаса. Где-то в Неваде агенты фонда обнаружили хорошо скрытый вход в карманное измерение. В нем они увидели наполненный туманом мир, посреди которого располагается цилиндрическая башня. Все это дело теперь охраняется в качестве SCP-2723. Внутри башни агенты фонда встретили множество аномальных явлений, например, мотыльков, состоящих из пепла, а на вершине они встречают механическую фигуру, напоминающую человека с головой оленя. Работники фонда подробно описали каждый этаж башни, которых оказалось ровно сто, и в ходе исследования 97-го был найден документ, и из него стало ясно, что объект представляет собой тюрьму для изгнанного из Смоленова убежища существа, которое в ходе местной гражданской войны предает короля. После этой находки нахождение самого мира Смоленова убежища стало вопросом времени, и сотрудники организации в один прекрасный день нашли под неприметным мостом где-то в Лас-Вегасе двусторонний портал в это измерение. Мост, под которым существует переход в карманное измерение, где живет человекоподобное существо с головой кролика, это, кстати, популярная городская легенда, о которой я уже рассказывал на другом канале, ссылка будет в описании. Однако в мире SCP все оказалось совсем не так, как в той городской легенде, ведь перейдя через портал, сотрудники фонда увидели парящий в пустоте остров площадь в 111 километров, застроенный причудливыми зданиями, по общей стилистике напоминающими средневековые католические храмы. При этом люди, проходящие через портал, на время нахождения в этом карманном измерении становятся разумными животными. Агенты фонда не обнаружили местных жителей, однако собрали огромное множество самых разных документов, щедро добавляющих деталей к лору мира смоленого убежища. Стало известно, как этот мир жил в лучшие свои времена, что происходило во времена войны и как последние выжившие покинули свой мир, оставив его навсегда и отправившись в основную реальность SCP искать лучшие доли. Все находки сложены в камере SCP-2746, а одно из сооружений этой карманной реальности даже получил отдельный номер. Это SCP-7572, башня, нарушающая принципы евклидовой геометрии. Снаружи высота башни 20 метров, но внутри там 777 этажей, и на многих из них ученые фонда находят предметы, раскрывающие культуру и историю этого мира. Некоторых сущностей убежища фонд находит совершенно случайно, во время одного из экспериментов с SCP-249, дверью открывающейся в случайное место. Отправленный в нее сотрудник класса D оказывается в здании в лесу, которое впоследствии будет обозначено, как SCP-1530. Войдя в эту постройку, внутри агента SCP встретили тяжелораненого сотрудника D-класса. Труп женщины и аномальные сущности, кошку и собаку, имеющие несовместимые жизнью раны, но тем не менее живых. Животные, разумеется, происходят из убежища, а убитая женщина связана с неким загадочным зеленым королем. Но это отдельная история, и видео не про нее. Другая сущность убежища, как оказывается вообще, посещала наш мир уже давно. Еще времена процессов в Америке над салемскими ведьмами в 17 веке. Тогда одну из сожженных ведьм посещало существо по имени Кловес из числа демиургов убежища. Это явление задокументировано как SCP-3998. Фонд начал подозревать, что выходцы из того странного мира могут быть практически повсюду, и нашел несколько из них у себя среди своих объектов, а одно из существ даже у себя на службе. Изучая биографию одного из своих сотрудников, ученый организации пришел к интересному выводу, что агент Сары Кроули, работавшая в SCP еще в начале 20 века, в зоне 45, может быть как раз одним из таких существ, принявших форму человека. Эта Сара еще в десятые годы 20 века исследовала последствия кораблекрушения, на месте которого удалось найти разумную керамическую фигурку, изображающую кошку, способную общаться неизвестным образом, создавая внутри себя голос молодой женщины, а также выделяющую ядовитую черную субстанцию из глаз. За некоторое время до этого в фонд попали еще два предмета. Подвижный скелет, также способный издавать женский голос, и собака, похожая на лабрадора, но со светящимися дырами, имитирующими улыбающее лицо вместо морды. Все три предмета получили общее обозначение ACB 1913, но самое интересное случилось, когда фонд смог обнаружить мир Смоленового убежища. Оказалось, что все трое существа оттуда. Скелет — это уже упомянутая Кловес, фарфоровая кошка — это Агата, а собаку звали в том мире Фредди. В 40-е годы 20 века уже немолодая Сара Кроули ставит на содержание другой объект, некую Джеки Бартер, или SCP-1903. Джеки носит на лице маску, напоминающую кролика, и выделяет через поры рук и ног ртуть. Также имеет внушительных размеров когти, но главное свойство как объекта, что если узнать определенный ее секрет, узнавший этот секрет превращается в подобное ей существо с неснимаемой маской животного на лице, ртутью и когтями. Во время исследования от нее, например, пострадали доктор Хейвард и доктор Кроуд. К ним мы еще вернемся. А пока становится понятно, что Джеки стала жертвой какого-то могущественного выходца из малинового убежища. Но кого? Разгадать этот секрет Саре Кроули не удается, так как она погибает в 1960-м, во время инцидента в зоне 45, в результате которого образовался объект SCP-1619. Этот объект — это целый этаж зоны 45, ставший опасной аномальной зоной. Объект большой и атмосферный, но для общего лора нам нужно только то, что мы узнаем о гибели Сары. А также можем догадаться, что второе существо из убежища, маскирующийся под сотрудников фонда, — это тот самый доктор Хейвард, по подозрительному совпадению также исследующий этот объект. Почти через 40 лет в зараженной аномалиями зоны 45 обнаруживается переход в иное измерение, получившее отдельный номер SCP-6167. Измерение-то оказывается маленьким карманным миром, в который бежали существа из смоленого убежища, восставшие против короля после поражения в гражданской войне. Самих их там давно уже нет, зато агенты фонда встречают там агента Крота, непонятно как туда попавшего. Выясняется, что Крот попал под влияние Кловис. Еще понятно, что Кловис и Фредди — это довольно сильные существа, одни из тех, кто и поднял восстание изначально против создателя. Где-то в начале 2000-х фонд попадают материалы из лаборатории Прометея, среди которых есть компьютер, где в виде файла записана сама сущность Сары Кроули из смоленого убежища. Кроме того, среди предметов из лаборатории обнаруживается чучело Кота, имеющая личность доктора Хайварда. Оба объекта имеют общий номер SCP-2999. Довольно атмосферный объект про двух древних существ, снова встречающих друг друга, которые, впрочем, сложно оценить, не зная остального лора убежища. Чуть позже фонд найдет о настоящее воплощение Сары Кроули. В пустыне Мохаве после неожиданного шторма появляется существо, напоминающее женщину, зараженную тем же эффектом, что и Джеки. Во время допроса становится понятно, что она действительно реинкарнация Сары Кроули, созданная в лабораториях Прометея. Теперь ее жизнь продолжается в качестве объекта SCP-2792. Хронологически последним был обнаружен объект SCP-2940. Это огромный подземный бункер, где живет одно из существ смоленого убежища, похожее на человека со светящимся птичьим черепом вместо головы. Однако он там не просто сидит, а ведет своеобразный бизнес под названием Корпорация Курьер Света. А как мы знаем, когда ахтонические сущности пытаются вести бизнес, это всегда весело. Но это явно отдельная тема. Как обычно, оставляйте комментарии с упоминанием тех или иных явлений мира SCP. За что будет больше голосов, но то мы и посмотрим в следующем подобном видео. Всем пока!